В Минздраве сообщили об увеличении размера доплат медицинским работникам. Среди главных изменений – введение надбавки в 30% оклада для врачей-специалистов и среднего персонала в межрайонных и межрегиональных центрах. Не обделят и фельдшеров выездных бригад скорой помощи. Для них предусмотрены выплаты до 160%. На должность заместителя председателя Бобруйского горисполкома назначен Владимир Книга. До этого с июля 2022-го он возглавлял Глузский районный исполнительный комитет. Новый руководитель будет курировать вопросы социальной сферы. Отмечается его значительный управленческий опыт, ответственность, целеустремлённость и умение работать с людьми. За высокие достижения по итогам работы прошлого года кондитерская фабрика «Красный пищевик» занесена на доску почёта Могилёвской области. Рядом с ней разместился и Бобруйский универмаг – магазин, где можно приобрести всё необходимое в одном месте, не тратя времени на поиски. На республиканском уровне отметился и отель-турист. Православные верующие празднуют Великий Четверг, а сегодня начинаются приготовления к Пасхе. Людям необходимо прийти в храмы, исповедаться и причаститься. В доме прибирают, пекут куличи и красят яйца. В этот день принято встать до восхода солнца и выкупаться, символически очиститься от грехов и суеты. В Бобруйчане стали лидерами областного слёта конкурса юных инспекторов движения. Золото забрала гимназия номер два. Всего за звание лучших боролись восемь команд из разных уголков Могилёвской области. В конце мая победителей ждёт состязание за первое место на республиканском конкурсе среди отрядов ЮИД.